Как оказалось, такие случаи порезов детей при кесарево сечении не редкость. Мамы прислали нам в редакцию несколько похожих историй. Почти у всех остался шрам. Сейчас на связи с нашей студией главный врач лечебно-косметологического центра Елена Фатеева. Елена, здравствуйте. Как вы считаете, насколько серьезно оказался порез на лице младенца? Насколько я видела по фотографии, сказать, насколько часто бывают эти травмы, я не могу, не обладаю статистикой. Но, в принципе, можно допустить, что такие ситуации происходят. Судя по фотографии, у ребенка имеется разрез кожных покровов. Но я бы отметила, что достаточно, может быть, даже удачное место на коже лица, потому что при мимике, когда ребенок будет плакать и так далее, то не будет идти растяжение, так скажем, ткани, и края раны не будут расходиться. Это уже большой плюс. Судя по фотографии, сейчас порез достаточно большой. Как будет заживать, очень сложно прогнозировать. Но, учитывая, что у детей очень хорошая регенерация, и будем надеяться, что все закончится хорошо, здесь, конечно, нужно, чтобы посмотрел хирург, пропальпировал. Возможно, если повреждение мышечной ткани, сказать по фотографии сложно. Потребуется ли пластика в дальнейшем, и можно ли ее делать ребенку? Вопрос понятен, но не могу точно сказать. Это все-таки должен определять именно пластический хирург. Сейчас возрастные границы немного изменились, нежели как считалось ранее. То есть от 5 лет ребенку должно быть при применении каких-то пластических манипуляций операций. В данном случае, я думаю, что надо просто оперативно показать пластическому хирургу, уже принять какое-либо решение. Елена, скажите, как маме нужно ухаживать за раной, чтобы она быстрее зажила? Здесь надо применять мази, которые способствуют улучшению регенерации. Такие, как фокосерилоспасатель, даже бипантен. То есть самое главное сейчас, чтобы затянулся раневая поверхность, и мы предотвратили, не допустили присоединения какой-то инфекции, чтобы не было осложнений каких-то гнойных воспалений. Это сейчас самое главное. Если ранка затянется, уже каких-либо дополнительных применений каких-то средств особо не потребуется. Спасибо за ваши ответы. Надеемся, что у малышки все будет хорошо. На связи со студией была главная врач лечебно-косметологического центра Елена Фатеева.